Здравствуйте, дорогие друзья! Если вы видите данное, то мы играем в необычную игру, как The Stanley Parable Исправить какого-то Стэнли Необычная игра Сейчас я проверю настройки, присаживайтесь поудобнее, приглашайте друзей Готовьте чайчик-кофеёчек Не забывайте про лайки А мы посмотрим, что это за штучка Так Мы, наверное, приступим По сути Так Будет, наверное... Это история о человеке по имени Стэнли Стэнли, или сотрудник номер 427, работал в одной фирме, занимающей огромное здание Работа сотрудника 427 была проста Он сидел за своим столом в комнате номер 427 и нажимал кнопки на клавиатуре Через свой монитор он получал указания, какие именно клавиши нажимать, в каком порядке и как долго их удерживать нажатыми Этим сотрудник 427 и занимался каждый день, каждого месяца, каждого года И хотя некоторые могут посчитать такую работу слишком нудной Стэнли был словно создан для неё Он чувствовал себя абсолютно как рыба в воде В общем, Стэнли был счастлив Но однажды произошло нечто примечательное Нечто, что изменило Стэнли навсегда Нечто, что он никогда не забудет Просидев в своём кабинете немногим более часа Стэнли вдруг осознал, что на мониторе не было ни строчки Никаких дополнительных объявлений не было Совещаний не собирали Никто даже не зашёл к нему поздороваться Это было странно Такого никогда не случалось в этой компании Что-то явно было не так Стэнли был настолько этим шокирован Что просидел на своём стуле в полном оцепенении ещё несколько часов Постепенно собравшись с мыслями Стэнли всё же решил встать и выйти из своего кабинета И вот так, значит, начинается игра, да? Серьёзно? В офисе никого не было Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную В надежде, что он просто что-то пропустил Хм... Ладно Все будто сквозь землю провалились Вокруг не было ни души Оказавшись перед двумя открытыми дверьми Стэнли, не раздумывая, вошёл в левую Ага Переговорный тоже Никого не было Не веря своим глазам Стэнли решил подняться к кабинету директора В надежде, что там он сможет прояснить ситуацию Дойдя до лестничной клетки Стэнли поднялся наверх К кабинету директора Ага, это будет концовка первая Но Стэнли испугался Он подумал, начальник увидит его и уволит За то, что он не работает Зачем в этой непростое с экономической точки зрения время Так рисковать? Просто потому, что Стэнли показалось, что все вдруг исчезли Директор бы решил, что он спятил И тут Стэнли осенило Может быть, сказал он себе Я и правда сошёл с ума Разве могли все вот так просто взять и исчезнуть? Без всяких на то причин Нет Всё это полная чушь Продолжая размышлять об этом Стэнли стал замечать и другие странности Например, когда он посмотрел на пол То не увидел своих ног И почему двери сами закрывались у него за спиной И если на то пошло То эти помещения были слишком одинаковыми Не повторялись ли они? Нет, нет, сказал Стэнли сам себе Это было бы совсем странно Такого не может быть в реальности И тут он осознал, что происходит с ним Я же просто сплю, закричал он Это всё только сон Ну и слава богу Стэнли вздохнул с облегчением Найдя, наконец, объяснение всем этим странностям Все были на месте Никто его не уволит И он не сошёл с ума Должно быть, я скоро проснусь, думал он И вернусь к своей скучной работе По нажатию кнопок Так что пока я тут Надо пользоваться моментом Стэнли представил, что он умеет летать И принялся парить над землёй Потом пошёл дальше И вообразил себя в космосе Посреди звёздного облака И всё это появилось Это было так здорово Стэнли был так рад, что всё ещё спит Удивительно, что сон такой ясный Потом ему в голову пришёл один странный вопрос Он был так восхищён всем происходящим Что раньше не подумал об этом Что это за голос в моей голове Который всё время описывает, что я делаю Или о чём я думаю Сейчас голос описывал То, как Стэнли задумывается о нём И находит это странно Мне снится сон про голос, который говорит о том Что я думаю о том, что он всё время говорит Про то, о чём я думаю Подумал Стэнли И хотя Стэнли, полагая, что спит Спрашивал себя А что, если и другие люди слышат этот голос Когда они спят На самом-то деле Это был совсем не сон Может быть, он обманывал себя Понимая, что во сне ему не нужно отвечать Ни за какие поступки Но Стэнли не спал И сознание его было ясным И теперь он был напуган Голосом, говорящим эти слова Ведь он был абсолютно уверен, что всё это был сон То есть голос видел и эти звёзды И как он летал сквозь них пару минут назад Иначе как бы он всё это рассказывал Значит, этот голос был частью Стэнли Ну, конечно Нужно только Только доказать Что Стэнли держит ситуацию Под контролем Стэнли медленно закрыл глаза И настроился на пробуждение Он почувствовал лёгкий вес одеяла на себе И упругость матраса Он ощутил дуновение свежего воздуха Из открытого окна Пусть я проснусь Подумал он Всё это был сон Я хочу, чтобы он закончился Я вернусь на работу И буду снова нажимать на кнопки Пусть будет так Это всё, что мне нужно Я хочу свою квартиру Жену и работу Всё, что мне нужно Это жить так, как я всегда жил У меня нормальная жизнь Я тоже нормальный Всё хорошо Я нормальный Стэнли пронзительно закричал Умоляю Кто-нибудь Разбудите меня Меня зовут Стэнли У меня есть директор Я работаю в офисе Я настоящий Кто-нибудь меня слышит Кто я? Кто я? И потом Всё почернело Это история о женщине По имени Мариэлла Мариэлла проснулась у себя дома Она встала Оделась Взяла свою сумку И пошла на работу Но именно в этот день Её променад Был прерван появлением Странного мужчины Который шёл по улице Разговаривая сам с собой Иногда срываясь на крик И неожиданно Упал замертво на тротуар Мариэлла позвонила в скорую И какое-то время стояла И рассматривала Странного человека Очевидно, он был сумасшедшим Подумала она Все знают, как выглядят сумасшедшие Потом женщина подумала Как же хорошо, что она нормальная Я в здравом уме Я всё понимаю Я отличаю реальность От выдумки Было хорошо осознавать это То есть в каком-то смысле Этот несчастный Делал счастливее её Но тут она вспомнила Что в этот день У неё запланирована Важная встреча С очень важными людьми От которых зависела её карьера А может быть и вся дальнейшая жизнь Нужно было бежать Поэтому она простояла Рядом с телом Ещё несколько секунд И повернувшись Зашагала прочь Так, это была первая концовка, да? Хм Так В офисе никого не было Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную В надежде, что он просто что-то пропустил Странно Оказавшись перед двумя Открытыми дверьми Стэнли не раздумывая Вошёл в левую Так Ладно, попробуем Посмотреть Всё же Никого не было Не веря своим глазам Стэнли решил подняться К кабинету директора В надежде, что там он сможет Прояснить ситуацию Дойдя до диастничной клетки Стэнли поднялся наверх К кабинету директора Зайдя в кабинет директора Стэнли Опять удивился Не обнаружив там Ни одной живой души Кто мог это подстроить? Спрашивал себя Стэнли В полной растерянности Какие тёмные силы Стоят за всем этим? Конечно, он никак не мог Знать о том Что завесу тайны Способна приподнять Цифровая панель Расположенная За креслом начальника И что эта цифровая панель Активируется с помощью пароля Два восемь четыре пять Об этом Стэнли даже и не догадывался Как-то неудивительно Но хаотично нажимая Все кнопки подряд Стэнли совершенно случайно Ввёл правильный код Невероятное везение Он шагнул В открывшийся проход Стеня Продолжение следует... Компийский код Спускаясь куда-то вглубь здания, Стэнли обратил внимание, что он испытывает какое-то странное чувство. Его переполняли эмоции, как будто мысли его стали смелее и свободнее. Он неожиданно подумал о смысле своей работы. Но почему только сейчас, впервые за столько лет? Этому вопросу еще долго суждено быть безответным. Стэнли зашагал прямо к большой двери под надписью «Цех управления сознанием». Ярко вспыхнувший свет залил огромный зал с телевизионными экранами. Что за страшная тайна хранилась в этом месте, думал Стэнли. Хватит ли у него сил, чтобы выяснить это? Но вот включились экраны, и их предназначение стало понятным. Мониторы имели номера работников здания коллег Стэнли. Жизни стольких людей, включая Стэнли, были впечатаны в эти бездушные экраны и находились под вечным присмотром в этом ужасном зале, где не существовало и слова «Свобода». Интересно. Цех управления сознанием. Это было слишком чудовищно, чтобы можно было поверить в это. Значит, Стэнли все время был под чьим-то контролем. Может, поэтому он и был так счастлив на своей сверхскучной работе? Хоть потому, что ему просто внушили это, исказив его подлинные эмоции? Нет, он отказывался в это поверить. Да чтобы его жизнь кем-то управлялась. Да никогда. Он не допускал и мысли об этом. Это было невозможно. Неужели и вправду вся его жизнь была лишь подделкой? Ну вот, доказательства. Центр управления. Всюду кнопки. Счастье, печаль, спокойствие. Еда, работа, любое перемещение. Все контролировалось или управлялось отсюда. Да, по мере того, как всплывала страшная правда о его жизни, Стэнли все больше крепла уверенность в том, что никогда больше этой машине не вмешаться в чью-либо жизнь. Ибо он сделает все, чтобы такого больше не произошло. Угу. Угу. И найдя, наконец, источник энергии, питающий это адское устройство, Стэнли уже знал, что его обязанность, его долг положить конец этому злу раз и навсегда. Тьма, легкий бриз неопределенности. Все кончено? Да, он победил. Он уничтожил эту адскую машину, освободив себя от чьей бы то ни было власти. Его свобода была так близка, пока открывалась огромная дверь. Стэнли думал о том, сколько нерешенных загадок осталось позади. Куда делись его коллеги? Как вырвался он из оков системы? Какие еще тайны скрывало это здание? И вот солнечный свет залил все вокруг, и Стэнли отбросил от себя эти мысли. Ему не нужны были знания или власть. Он хотел только счастья. Он не искал понимания. Он искал избавления. Никто теперь не скажет, куда ему идти, что делать или что чувствовать. Какой бы ни была его жизнь, она будет только его. Это было все, что ему нужно. Это было все, что он хотел знать и понимать. Стэнли вышел из здания. Легкое дуновение ветра принесло ощущение полной свободы. Перед Стэнли лежал новый, неизведанный путь. Этот момент был именно таким, каким он должен был быть. И Стэнли был счастлив. Так. Так. Так, чего? Подожди, система словно в смысле. Так. Интересно, сколько я тут просидел, подумал Стэнли. Несколько минут, суток, столетий. Не случилось ли чего дурного, пока я был в отключке? Стэнли решил, что впредь надо бережнее относиться ко времени. Угу. Чего? Оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли, не раздумывая, вошел в левую. Переговорный тоже, никого не было. Не веря своим глазам, Стэнли решил подняться к кабинету директора, в надежде, что там он сможет прояснить ситуацию. Дойдя до лестничной клетки, Стэнли поднялся наверх, к кабинету директора. Зайдя в офис своего начальника, Стэнли еще раз удивился, не обнаружив там ни одной человеческой души. Да что, черт возьми, все это значит, вырвалось у Стэнли. Он принялся перебирать бумаги на столе босса, сбрасывать книги с полки, заглядывать за картины, отчаянно пытаясь найти хоть какой-то ключ к произошедшему. Внимание Стэнли привлекла цифровая панель за креслом начальника. В чем же было ее предназначение? На самом деле, эта панель скрывала одну ужасную тайну, находившуюся буквально под ногами. Панель активировалась секретным кодом, который установил, как-то неудивительно, но хаотично нажимая все кнопки подряд, Стэнли совершенно случайно ввел правильный код. Невероятное везение. Он шагнул в открывшийся проход в стене. Так, ну это уже вроде было. Так. Стэнли зашагал прямо к большой двери под надписью «Цех управления сознанием». Ладно, сейчас посмотрим. Ну вот, включились экраны, и их предназначение стало понятным. Мониторы имели номера работников здания, коллег и Стэнли. Жизни стольких людей, включая Стэнли, были впечатаны в эти бездушные экраны и находились под вечным присмотром в этом ужасном зале, где не существовало и слова «Свобода». Окей. «Цех управления сознанием». Это было слишком чудовищно, чтобы можно было поверить в это. Значит, Стэнли все время был под чьим-то контролем. Может, поэтому он и был так счастлив на своей сверхскучной работе, потому что ему просто внушили это и... Нет. Он отказывался в это поверить. Да чтобы его жизнь кем-то управлялась. Да никогда. Он не допускал и мысли об этом. Это было невозможно. Неужели и вправду вся его жизнь была лишь подделкой? Ну вот, доказательства. Центр управления. Всюду кнопки. Счастье, печаль, спокойствие, еда, работа, любое перемещение. Все контролировалось или управлялось отсюда. По мере того, как всплывала страшная правда о его жизни, Стэнли все больше крепла уверенность в том, что никогда больше этой машине не вмешаться в чью-либо жизнь. Ибо он сделает все, чтобы такого больше не произошло. Угу. Тима, легкий бриз, неопределенности. Все кончено? Да, он победил. Он уничтожил эту адскую машину, освободив себя от чьей бы то ни было власти. Его свобода была так близка, пока открывалась огромная дверь, Стэнли думал о том, сколько нерешенных загадок осталось позади. Куда делись его коллеги? Как вырвался он из оков системы? Какие еще тайны скрывало это здание? И вот солнечный свет залил все вокруг, и Стэнли отбросил от себя эти мысли. Ему не нужны были знания или власть. Он хотел только счастья. Он не искал понимания. Он искал избавления. Никто теперь не скажет, куда ему идти, что делать или что чувствовать. Какой бы ни была его жизнь, она будет только его. Это было все, что ему нужно. Это было все, что он хотел знать и понимать. Стэнли вышел из здания. Легкое дуновение ветра принесло ощущение полной свободы. Перед Стэнли лежал новый, неизведанный путь. Этот момент был именно таким, каким он должен был быть. И Стэнли был счастлив. Угу. Так. Следующая концовка, по-моему, просто закрыть дверь. Все же для Стэнли это было чересчур. А что, если придется самому принимать решения, а потом отвечать за них? Нет, такое было явно не для Стэнли. Все это могло кончиться только плохо. Это лучшее, что можно сделать, размышлял Стэнли. Никто меня здесь не тронет, не сделает больно. Тут мне спокойно. И тут я буду всегда счастлив. И Стэнли ждал много часов подряд. А затем и дней, а может и лет. Он потерял счет времени. Но он точно знал, без всяких сомнений, что если он будет терпелив, то ответы обязательно придут. Рано или поздно. Все прояснится? Очень скоро все это должно закончиться. Ему все объяснят. И скажут, что нужно делать. Всего-то надо только немного подождать. Еще вот капельку. Еще вот чуточку. В первой комнате. В офисе никого не было. Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную в надежде, что он просто что-то пропустил. Все будто сквозь землю провалились. Вокруг не было ни души. А. А как забраться на стул, я что-то не пойму. Так, а какое тут управление есть? Маус 1. Используюсь. Используюсь. А как забраться-то? Эй. Эй. Подожди-ка. Ну, в первой же комнате. А как эту концовку получить? Стоп. Стэнли рассеянно бродил по офису, хватаясь за каждую мелочь, но эти хаотичные действия не приводили совершенно ни к какому результату. А, вот. О, подожди. Ну? Сперва Стэнли подумал, что он выпал из карты, но, услышав рассказчика, он понял, что все это тоже было частью игры. Он мысленно похвалил разработчиков за создание такой разветвленной сюжетной линии и широкое использование повествовательных троп. Ну, и теперь, когда вы здесь, что вы думаете, уникальное ли это место? Почему бы нам с вами не прогуляться здесь с минуточку, чтобы насладиться им? Я все. Ну, а вы не устали еще от этих шуток? О, ну тогда продолжим. Как вы думаете, что бы произошло, если бы вы сказали, что устали? Полагаете, было бы что-то другое? Может быть, я говорил бы примерно то же самое, только немного в другом порядке. Вы, наверное, и не задумались бы о таком варианте, если бы я не сказал. Или даже так. Думаете, стоит перезагрузить игру и вернуться сюда опять? Ну, просто чтобы послушать, что будет во втором варианте. Раз уж этот прикол занимает столько времени, может быть, второй еще дольше? Сколько времени вы готовы потратить, чтобы прослушать все мои фразы? Или только представьте, вот вы уже послушали другой вариант, а сейчас зашли сюда, чтобы узнать, что в этом. Ну, и какой лучше? Что думаете? А вот еще, если бы вы выбрали первый вариант и больше сюда не возвращались, обидно было бы не знать, что в этом, да? Так что вы счастливчик. Хотя если бы другой вариант был бы совсем никаким, то вы бы подумали, что и этот так себя. То есть получается, что никаких счастливчиков тут быть не может. Ну, в общем, я, по-моему, все сказал, что хотел, умолкаю и оставляю вас здесь, перед дилеммой. Продолжить игру или сидеть в этой точке до скончания времен. До скорого! Продолжение следует... Продолжение следует... Так... 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 Значит... Ага... Окей... В офисе никого не было. Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную в надежде, что он просто что-то пропустил. Оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли, не раздумывая, вошел в левую. Ага... Переговорной тоже. Никого не было. Не веря своим глазам, Стэнли решил подняться к кабинету директора в надежде, что там он, дойдя до лестничной клетки, Стэнли поднялся наверх к кабинету директора. Войдя в урну. Так... Назад куда? И чё? 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 Продолжение следует... 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 Блин, он вообще едет или нет? Ладно. Кабинет, видимо, не хочет нас отпускать. Он, конечно, не желал тратить ни одной минуты на какого-то там рассказчика. Такое волнение было даже вредным. И чтобы перевести дух, Стэнли решил послушать плавные мотивы Нью-Эйджа. Немного отдохнув и ощутив прилив свежих сил, Стэнли смело шагнул в открывшийся проход в стене. Стэнли Стэнли зашагал прямо к большой двери под надписью «Цех управления сознанием». Так. Несмотря на то, что на стене было написано «Выход», на самом деле в конце этого длинного коридора Стэнли ждала лютая смерть. Дверь за ним не закрылась, и у Стэнли все еще была возможность повернуть назад. В этом смысле Стэнли совершенно сознательно и решительно продвигался вперед, чтобы заглянуть смерти в глаза. Стэнли Стэнли Механизм пришел в движение, и теперь Стэнли медленно, но верно приближался к своей стороне. Он вдруг задумался о том, что жизнь его была, пожалуй, бессмысленной и никчемной. Стэнли не мог видеть всей картины, и помыслы его были зажаты крайне узком его представлении об окружающем мире. Поэтому умереть Стэнли было все равно, что выколоть глаза слепому. Так что он смирился со своей участью и готовился принять конец своей пустой, бесславной жизни. Прощай, Стэнли Прощай, кричал рассказчик, глядя, как Стэнли беспомощно направляется в объятия металлического пресса. В один момент Стэнли перестал существовать, раздавленный насмерть стальной машиной, переломавшей все его кости. Но пройдет всего несколько минут, и Стэнли, сидя в своем офисе живой и невредимый, снова запустит игру. Интересно, чего же хотел добиться рассказчик? Хм. Ведь если каждый твой путь был создан заранее, смерть становится абсолютно бессмысленной, так же, как и сама жизнь. Вы понимаете, что с момента начала игры Стэнли был мертвым? С actual果. Н oro чекарство года. Хм. Спасибо. 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 Вы понимаете? Вы видите, как они нуждаются друг в друге? Нет, похоже, нет. Иногда такие вещи не ведут. Послушайте меня. Вы всё ещё можете их спасти. Остановите программу, пока они оба живы. Попиньте игру, скорее же. Только так вы сможете выбрать. Сойдите с чужого пути. Пусть хоть это будет вашим выбором. Что бы вы ни делали, выбирайте сами. Не давайте времени сделать... Хм. Неожиданно. Так. Так. Такс. Это мы использовали. Посмотрим следующую концовку. Угу. В офисе никого не было. Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную в надежде, что он просто что-то пропустил. Угу. Оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли не раздумывая вошёл в левую. Такс. Переговорной тоже. Никого не было. Не веря своим глазам, Стэнли решил подняться к кабинету директора, в надежде, что там он сможет... Дойдя до лестничной клетки, Стэнли поднялся наверх, к кабинету директора. Что? А, там бесконечный лифт. Ну, хорошо. Мы оба знаем, что делать. Ту-ту-ту-ту-ту. Страшные тайны. Цифровая панель. Стэнли нажимает на кнопки. Ух ты! И в стене появился проход! А вот так сюрприз. Хм. Хм-хм. Такс. Стэнли зашагал прямо к большой двери под надписью «Цех управления сознанием». Да-да-да, всё мы это помним. Ярко вспыхнувший свет залил огромный зал с телевизионными экранами. Что за страшная тайна хранилась в этом месте, думал Стэнли. Хватит ли у него сил, чтобы выяснить это? Ну да, хватит сил выяснить. Ну вот включились экраны, и их предназначение стало понятным. Мониторы имели номера работников здания, коллег и Стэнли. Жизни стольких людей, включая Стэнли, были впечатаны в эти бездушные экраны и находились под вечным присмотром в этом ужасном зале, где не существовало и слова «Свобода». «Цех управления сознанием». Так, а я вот хочу проверить, почему у меня не работает панель. Так, может поставить на «Tab». «Блин». 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 Он не допускал и мысли об этом. Это было невозможно. Неужели и вправду вся его жизнь была лишь подделкой? «Блин». Ну вот, доказательства. Центр управления. Всюду кнопки. Счастье. Печаль. Спокойствие. Еда. Работа. Любое перемещение. Все контролировалось или управлялось отсюда. По мере того, как всплывала страшная правда о его жизни, в Стэнли все больше крепла уверенность в том, что никогда... О, Стэнли! Ты что, сам включил эту машину? Твоей жизнью столько лет управляли, и ты решил, что теперь пришел твой черед. Теперь ты захотел власти. Ну, Стэнли... Ах, план, наверное, хороший. Но ты должен уяснить себе, что не так уж много и может эта машина. И по сценарию ты должен был просто выключить ее и уйти. Но если ты захотел послать мой сценарий к черту, тебе нужно было тщательней подготовиться. Я боюсь, что твоя власть не такая уж и могущественная, как ты сам думаешь. Как тебе вот такой поворот сюжета? Стэнли понял, что он только что запустил механизм аварийного самоуничтожения. Не пройдя скрытую проверку на ДНК, он активировал мощнейшие ядерные заряды, уничтожающие весь комплекс. Это добавляет небольшую перчинку в нашу рутину. Да, Стэн? Сколько времени до взрыва? Ну, пусть будет... Две минуты. Вот, твой час, ты звезда. Это твоя история, управляй ей как сам захочешь. Так даже лучше получилось, чем я хотел сделать. Как жаль, что у нас так мало времени насладиться всем этим. Какие-то жалкие секунды до детонации. О, как они прекрасны. Каждая из них. Ну, давай, наконец, поговорим о тебе, обо мне, о том, чем мы занимались все это время. Даже не знаю, с чего и начать. Что? А-а-а! Ты хочешь узнать, куда делись твои коллеги. Ты думаешь, это утешит тебя перед концом? Ну ладно, у меня хорошее настроение, да и тебе уже не жить. Так что я расскажу тебе в точности все, что с ними случилось. Я стер их. Потом выключил машину и освободил тебя. Но это я сейчас так придумал. Иногда я рассказываю историю о том, как ты сидишь в офисе, нажимаешь на кнопки, пока не умираешь в одиночестве. Бывает, что весь офис тонет прямо в земле со всеми его обитателями. Ну или все сгорает до головешек. Однако надо признать, что этот вариант истории вышел очень занимательным. Ты отчаянно ищешь ответы, пытаешься вернуть утраченную власть. Захватывающее зрелище. Жаль, что продлится оно так недолго. Но хотя я полагаю, что в следующий раз я тоже выдумаю что-нибудь интересное. Боже мой, всего 34 секунды осталось. Так мало, а мне так хорошо. Знаешь, чем черт не шутит? Давай-ка еще добавим немного времени. Почему нет? Вот они, дополнительные моменты счастья. Цени их, Стэнли. Поживи еще немного. Ну что ты, Стэн? Что с тобой? Ты решил, что будешь делать? У тебя есть варианты? Ты ведь наверняка подумал, что если есть таймер отсчета, значит должно быть что-то, что его выключит. Ну посмотри на себя. Мечешься от кнопки к кнопке, от монитора к монитору, кликаешь по всему подряд. Кнопки с цифрами. Нет, цветные. Нет, может быть вот эта, вот эта большая красная кнопка. Или может быть дверь? Хоть что-нибудь. Должно же быть хоть что-то, чтобы меня спасти. Думаешь, должно? Почему ты решил, что даже теперь ты сможешь выиграть? Ты совсем не знаешь, зачем на самом деле нужно это место. А нужно оно только для того, чтобы ты разочаровался. Вот тебе небольшая подсказка. Этот таймер совсем не для того, чтобы ускорить ритм игры. Он просто отчитывает секунды до твоей смерти. Ты играешь сам, а не смотришь ролик. Только для того, чтобы дать мне насладиться твоим бессилием и твоим смирением. И не надо тут ничего вдумывать. Это просто трагедия. Ты хотел власти над этим миром. Чудесно. А я хочу его уничтожить. Так что извини, взгляни на часы, Стэнли. У тебя еще есть немного времени. Оно скоро пройдет. А потом большой взрыв. И потом пустота. Вот и весь финал тебя разорвет на куски. Ки, будешь ли ты до последнего цепляться за жизнь? Или уйдешь смиренно? Вот тебе и выбор. Сделай его. Или не делай. Будет весело в любом случае. И поверь мне, мне будет очень смешно наблюдать твою новую жизнь от самого старта игры до того момента, когда я скажу, они жили долго и счастливо. Забавно было. Забавно. Так. Одну концовку мы не сможем посмотреть, да? Да. В смысле? Все его коллеги? Стойте. Это же не тот офис. Это же не офис Стэнли, да? Хм. Да. Ладно. Угу. Правую дверь. Оказавшись перед двумя открытыми дверьми, ведь переговорная была совсем не там. И Стэнли, конечно, знал это. Возможно, сперва он решил зайти в комнату отдыха, чтобы лишний раз полюбоваться ею. Комната отдыха была прекрасна. Она, конечно, стоила того, чтобы заскочить сюда по дороге и полюбоваться этим безупречным, великолепно спроектированным помещением. Хм. Стэнли просто стоял и восхищался. Угу. Стэнли не терпелось заняться делом, поэтому он решил вернуться через дверь по левой стороне коридора. Так, подожди. А4? Стэнли был настолько непоследователен и непредсказуем, что было решительно непонятно, как его терпели на работе столько лет. Угу. Угу. Так, ээээээ... Прыгнуть с платформы, это концовка. Стэнли, послушай меня. Мы, кажется, оба потеряли нить. Я ведь не враг тебе. Совсем нет. Я понимаю, что сложно бывает кому-то довериться. Но ведь ты согласишься с тем, что история все время была именно про тебя, но упрямо пытаясь доказать всем и каждому, что именно он контролирует развитие истории. Стэнли спрыгнул с платформы, устремляясь в объятия смерти. Хе-хе. 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 Хе. Я ведь не за себя прошу, а за нее. Вот оно, Стэн, шанс реабилитировать себя. Отлепись ты от своей работы. Пусти ее снова в свою жизнь. Она ждет тебя. Хе-хе. Так. Чего? Это она, Стэн. Ты должен это сделать. Поговори с ней. Если ты правда ей доверяешь, как самому себе, возьми труп. Чего? Стэнли, это ты? Я быстро-быстро. Милый, подожди секундочку. Сейчас только хлеб из духовки достану. Вот они, румяные руки. Что же ты стоишь там? Скорее заходи. Рассказывай. Я продал... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я поймал тебя. Стэн, ты правда подумал, что у тебя есть любящая жена? Да кто вообще может согласиться жить с тобой? Я хочу кое-что прояснить. Я хочу, чтобы ты кое-что увидел, Стэнли. Давай-давай, проходи. Я всё тебе расскажу. Это крайне печальная история смерти человека по имени Стэнли. Чё? Это довольно скучный парень. У него есть работа, на которой ничего не нужно делать. И каждая кнопка, которую он нажимает, это ещё одно напоминание о бессмысленности существования Стэнли. Ну, посмотри на него. Кнопки свои нажимает. В точности делает то, что ему сказано делать. Вот, опять нажал на кнопочку. Теперь обедает. А потом вот домой идёт. И снова на работу из дома. Может быть, кто-то его пожалеет. Но ведь он сам выбрал такую жизнь. Но в голове его разворачивались фантастические приключения. Сидя за своим столом, Стэнли мечтал о невероятных экспедициях в неизведанное. Об удивительных открытиях новых земель. Это было прекрасно. И каждый его день на работе был напоминанием о том, что ничего подобного не случится. Ещё он фантазировал о своей работе. Вот как-то раз, например, Стэнли представил, что однажды, встав из-за стола, он обнаружит, что все коллеги и его босс, абсолютно все в здании, внезапно исчезли с лица земли. Эта мысль взволновала его невероятно. Он представил, как вошёл в холл с двумя дверьми, и потом представил, что мог выбрать любую дверь. Да, наконец Стэнли мог выбрать. И было совсем не важно, что там, за дверьми. Сама мысль о том, что можно было принять решение самому, казалось чудовищным. И он бродил по своему выдуманному миру, наполняя его множеством путей с конечными целями. В конце одного пути у него была огромная круглая комната с мониторами и ручками управления разумом. В конце другого пути была жёлтая линия, которая протянулась в множество сторон. А ещё была игра с ребёнком. И всё это он назвал притчей о Стэнли. Это было такой прекрасной фантазией, что Стэнли проживал её снова и снова в своём уме. Снова и снова, отчаянно желая, чтобы она никогда не закончилась. Ведь только в этой фантазии он был свободен. Разумеется, в конце одной из дорожек был ответ. Как же ему там не быть? Нужно было только сыграть ещё разок. Угу. Но ответа не было. Да и вообще, как бы он мог быть, в реальности ничего не менялось. Стэнли только и делал, что нажимал на одни и те же кнопки. И чем дольше он этим занимался, тем более погружался в это. И со временем он стал путать реальность с выдумкой. Я пытаюсь вам сказать, что в этом мире Стэнли лишь наблюдатель и никто больше. Оставаясь здесь, он убивает себя. Но он ведь меня не послушает. И никогда не остановится. Вот, смотрите. Стэнли, в следующий раз, когда ты увидишь приказ, нажать на кнопку. Не делай этого! Угу. Угу. Вы видите, он меня просто не слушает. На каком ещё языке мне сказать ему, что каждая секунда, проведённая здесь, просто убивает его? Как я могу донести это до него? Как мне заставить Стэнли взглянуть на себя со стороны? Видимо, всё же никак. Мой способ не сработает. Но и не я эти правила составлял. Я просто отыгрываю свою роль. Точно так же, как и Стэнли. Не такие уж мы разные, правда? Я всё же должен. Должен ещё раз постараться всё это ему передать. Я просто вынужден. Я обязан. Может быть, сейчас получится. Может быть, сейчас. Стэнли. Хорошо. Ём. Так. Эмм. Угу. Четыреста двадцать шесть. А где комната четыреста двадцать шесть? Мне так хочется рассказать все это моим коллегам, думал Стэнли. Это явно их развеселит. Мы будем смеяться до упаду, каждый раз, вспоминая, как я подумал, что все пропали. А-а-а. Ладно. Оказавшись перед двумя открытыми дверьми, переговорная была совсем не там. И Стэнли, конечно, знал это. Возможно, сперва он решил зайти в комнату отдыха, чтобы лишний раз полюбоваться ею. Так, чтобы получить... ...помната была произведением искусства. Стэнли не терпелось заняться делом, поэтому он решил вернуться через дверь по левой стороне коридора. Стэнли был настолько непоследователен и непредсказуем, что было решительно непонятно, как его тер... Стэнли, послушай меня. Мы, кажется, оба потеряли нить. Я ведь не враг. Но упрямо пытаясь доказать всем и каждому, что именно он контролирует развитие истории. Стэнли спрыгнул с платформы, устремляясь в объятие смерти. Так. 426. Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную в надежде, что он просто что-то пропустил. Серьезно? Странно. Ладно. Что-то не получается. А, имеется в виду перезагрузить. А ну-ка, стоп. Может, имелось в виду так? Сейчас посмотрим. Чё? Нет? Странно. Хотя концовку мы получили. Одну. Оказавшись перед двумя... Сейчас я, ребят, подойду. Секунду. Я недолго. ДеньКонс. Секунду. Секунду. Поехали. Поехали. Продолжение следует. Быстро не больно. В собаках. Продолжение следует... Продолжение следует... И Стэнли, конечно, знал это. Возможно, сперва он решил зайти в комнату отдыха, чтобы лишний раз полюбоваться ею. Находясь в этом чудесном помещении, Стэнли вдруг понял, Стэнли не терпелось заняться делом, поэтому он решил вернуться через дверь по левой стороне коридора. И пройдя через служебное помещение, Стэнли направился к двери напротив, с тем, чтобы вернуться на правильный путь. Продолжение следует... А что за... В натуре? А, это конференция. А ну-ка, а что тут? Интересно. Но Стэнли и не думал возвращаться в офис. Ему просто хотелось бесцельно слоняться, и он забредал все дальше и дальше от места назначения. Теперь, для того, чтобы вернуться на круги своя, ему нужно идти... Так-так-так-так... Ту-ду-ду-ду... А, да. Налево. Стоп. Нет. То есть нет. Направо. Направо. Ну, ошибся я. А, нет-нет-нет-нет-нет. Нет. Да не направо. Не направо. Почему, черт возьми, я сказал направо? Что на меня нашло? Так-так-так, ясно. Ты потерпишь секунду, голубчик? Ага, ага. Все понятно. Он пошел... Угу. Вправо. Нет, нет. Влево. Вниз. Налево. Направо. Та-дам! Да-да-да. Я разобрался. И теперь абсолютно точно могу сказать, что нам туда. Угу. Опа-на. Нет. Ну, нет. Нет. Да что ж ты будешь делать? Это вообще не то. Ты не должен был видеть это раньше времени. Это все спойлер. Так, быстро, Стэнли, закрой глаза. Так-так-так. Да елки-палки. Вся интрига. Коту под хвост. Все. Провал. Хе-хе. Не будем далее терять мое время для того, чтобы выправить эту чепуху. Просто начнем игру Занова с самого начала. Так. Абра-кадабра. Хе-хе. Хе-хе. Консоль у нас не получится ввести. Это не получится. Надпись Input Require. А как эту надпись-то поставить? На всех компьютерах. Барет какой-то. В офисе никого не было. Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную в надежде, что он просто что-то пропустил. Ладно. Да уж. По-моему, осталось две концовки. Посмотрите, все. Когда Стэнли подошел к... Стоп. Что? Нет. Нет. Я же перезагрузил. Да я клянусь, я все заново начал. Все по новой, по свежечку. Ну что за наказание? Ты поменял что-то, Стэнли? Стэнли, ну-ка ответь. Ты ведь что-то изменил в той комнате с мониторами. Ты как-то там сюжет, что ли, нарушил? Я не пойму. Или погоди. Чего это я тебя спрашиваю? Я же сам писал сценарий. Это вроде здесь было. Я был уверен, что это где-то здесь. Да уж. Так. У нас новый вызов. Ну давай, Стэнли, найдем сюжетную линию. Чё? В смысле, найдем. Так, подожди. Ммм. Ха. Капс. Это невыносимо, это худшее, что у меня было Я тебе клянусь, где-то тут была, была сюжетная линия Может мы, может нам, может нам еще раз рестартануть игру? Это, конечно, не очень хорошо, что мы все время заново начинаем, но, ну, сейчас должно получиться Хмм В офисе никого не было Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную в надежде, что он просто что-то пропустил Забавно Да, еще хуже Может я не так запомнил? Наверное, надо было все же там оставаться Слушай, ну давай, давай, давай вернемся и... Может быть мы упустили что-то Хм Ха-ха Я знал, что мы что-то пропустили Ну, вот она, смотри Нет, стой Рано радовались Это не то Давай, давай вернемся назад Попробуем все повторить шаг за шагом Да не то Я что-то не помню это место Оно в сценарии-то было вообще? Вроде нет, не могу вспомнить наверняка Вроде история начинается в офисном здании Ведь так? Ты... ты сам-то помнишь, Стэнли? Знаешь что? Раз я начисто забыл, что мы должны делать То как насчет вот этого? Ты победил? Победил! Поздравляю! Столько стараний, столько работы! Ты блестяще справился! Да нет, это как-то не очень Это как-то по-дурацки Мы ведь оба знаем, что ты вообще ничего не сделал Ну какая тут к черту победа? Это и не честно И не справедливо Да и просто никак Я в полном замешательстве От всего этого Где мы вообще? Плевать, что будет на этот раз Я перезагружаю игру Полный порядок, решение есть На этот раз мы точно не потеряемся Я воспользовался официальной сюжетной разметкой Притчи о Стэнли Просто держись, разметки Это элементарно Вот видишь? Сюжетная разметка знает, куда нам нужно Вот туда Стэнли Вперед! К своей судьбе Смотри Двигаясь вперед Мы путешествуем А значит Близимся к своему предназначению Через само торжество природы бытия Верно? Вопрос на засыпку Если нашей конечной точки Нет в повествовании То конечная ли она точка для нас? Другими словами Если наше предназначение не содержит... Так, Стэнли Я тут предаюсь разным мыслям понемногу А ты... Ты просто держись рядом Мы ведь оба согласны с тем Что сущность экзистенции Есть производное субъективного восприятия индивидуума Так? Так? Значит Если мое восприятие твоей сущности Замыкается на твое личностное восприятие офиса То является ли офис базисом Моей субъективной Квазиотносительной Ментальной Погоди, погоди, погоди Погоди Непринимаемые размышления слишком серьезно Похоже, где-то в них кроется Логическая ошибка Извини И вот что нам сейчас действительно не помешает Так это взбодриться под хорошую музыку Так это взбодриться под хорошую музыку Так это взбодраться 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 под хорошую музыку Музыка, стоп. Стэнли, быстро вернись. Взгляни на папоротник. Стэнли, этому папоротнику суждено сыграть важную роль в нашей истории, только чуть позже. Запомни его, запомни до мельчайших деталей и постарайся ничего не упустить. Эй, 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 мы что, мы что, мы что, опять в офис вернулись? Нет, нет, нет. Нет, Разметка, ты в курсе, что мы ищем притчу о Стэнли? Ну, историю. Тебе это что-нибудь говорит? Тебе это что-нибудь говорит? Интересно. О! Интересно. Музыка. 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 опять дверей нет зря мы бежали за этой разметкой уже бы сами сто раз нашли нашу историю нашу канву да ну снова чертки что разметка как ты могла так с нами поступить мы ведь доверились тебе после всего через что мы прошли вместе нет я так больше не могу иди оно все прахом рестарт а знаешь что там давай вообще забудем об этой официальной сюжетной разметки не особенно она нам и помогла но мы же умные люди мы придумаем свою историю что-нибудь захватывающие дерзкое таинственное да да это нам с тобой вполне по силам почему бы нам не отправиться скажем вот туда ну вот как это здорово мы с тобою стэнли прокладываем новый путь пишем новую историю черт возьми да мы горы свернем о чем она должна быть наша история смелей включай воображение это может быть все что угодно стэнли мы можем все попробовать а дьявол опять она стэнли я думаю нам надо отстранить эту разметку от участия в нашей с тобой невероятной истории ни желтых полос ни залов с мониторами просто игнорируем ее и все должно быть тип-топ дилемма нам надо принять решение с этого момента история под нашим полным контролем по правде говоря мне бы минутку поразмыслить сможешь минуту по кругу походить так я полагаю что каждая дверь куда-то ведет то есть если мы окажемся в этом куда то значит там должна быть обратная дверь которая приведет нас сюда таким образом это означает что наш пункт назначения соотносится с противоинверсионной дверью оригиналом если мы возьмем правую дверь то зададимся вопросом приведет ли она нас туда куда мы направляемся и так как ответ конечно будет положительным со всех точек зрения то правая дверь очевидно так что нам нужно еще одна блистательная победа логики пошли стэнли пошли навстречу судьбе а ну подожди что странная концовка вы это серьезно это правда она самая это что это что все одна огромная концовка и мы что опять должны перезапустить игру восьмой восьмой раз это значит вот так работает да это что было все заранее определено значит согласно этому расписанию я снова устрою перезапуск а потом а а потом я якобы все забуду а я не хочу забывать то есть мне сотрут память только потому что это написано на вот этой хреновине на этой стене нет так нельзя я так не играю я не хочу чтобы игра все время перезапускалась я не хочу ничего забывать и здесь я не хочу оставаться не буду я перезапускать игру не буду и все тут это значит мы выиграли мы отменили предопределенность и это расписание больше не действует так и что же нам теперь делать нас кто-нибудь заберет что должно теперь произойти ну ладно я думаю нам надо подождать в какой-то мере это ведь тоже история ты согласен я правда не уверен что мы в конечной точке или что мы вообще путешествие хотя ведь говорят что жизни есть путешествие так что я надеюсь что мы все же именно в нем кстати они заняться ли нам чем-нибудь вроде и составление нового сюжетного плана в офисе никого не было что же случилось стэнли решил зайти в переговорную в надежде что он просто что-то пропустил оказавшись перед двумя открытыми дверьми переговорная была совсем не там и стэнли конечно знал это возможно сперва он решил зайти в комнату отдыха чтобы лишний раз полюбоваться ею у стэнли немного кружилась голова бабочки парт стэнли не терпелась заняться делом поэтому он решил вернуться через дверь по левой стороне коридора стэнли был настолько непоследователен и непредсказуем что было решительно непонятно как его стэнли послушай меня мы кажется оба потеряли нить я ведь не враг тебе совсем нет я понимаю что сложно бывает кому-то довериться но ведь ты согласишься с тем что история все время была именно про тебя и кем-то все время пренебрегаешь ты забыла что я же не закончил у тебя что совсем терпения нет почему ты думаешь что я желаю тебе плохого что мне сделать чтобы убедить тебя что я хочу помочь что хочу показать тебе что-то хорошее стэнли поверь мне дай мне доказать что я на твоей стороне дай мне шанс и внимательно это важно стэнли зашел красную дверь так синяя дверь а ну-ка а ты не понял стэнли прошел в красную дверь все таки у нас какое-то недопонимание стэнли вошел в красную дверь ну давай давай иди стэнли иди раз ты так хотел узнать что там в конце той дорожки которую ты выбрал ну видишь ничего здесь и нет я даже и не закончил эту часть игры потому что ты не должен был тут появиться так рано кривые комнаты вылезающие текстуры ты это хотел увидеть стоило ли ради этого портить историю которую я написал специально для тебя я ведь столько времени потратил ты об этом не задумывался и для чего я старался если тебе интересно только это ну давай стэн пролей свет на твои скрытые желания как нам еще улучшить эту игру что еще добавим транспорт древо навыков ну что ты молчишь помогай я сейчас поколдую с новым дизайном и ты мне скажешь как это получилось а третий вариант по сравнению со старой версии это день и ночь на попробуй стой хватит теперь скажи мне что ты думаешь о новой версии улучшили игру новые возможности для выбора да не стесняйся ставь честную оценку да конечно тройка ты это серьезно может быть в следующий раз все таки поставишь реальную оценку но может что-то более развернутое выдашь поделишься мнением об окружении например сделаешь в следующий раз чудесно основываясь на твоем предыдущем игровом опыте я создал новую версию и откровенно говоря я превзошел сам себя на этот раз ну попробуй ну что мотивирует ли тебя доска почета заходить в двери оценивай честно пожалуйста ой я почти забыл я тут собрал прототип игры над которой я сейчас работаю не могу не устроить ему небольшой фокус тест поможешь сейчас загружу в этой игре ребенок ползет навстречу опасности нажатие на кнопку возвращает его на исходную если ребенок касается огня игра проиграна это очень глубокая игра посвященная безнадежности и печали неизбежно приходящих в результате бесконечных попыток влиться в семейную жизнь мир искусства должен оценить ее но разумеется играющему нужно основательно погрузиться в атмосферу игры и провести за нею не менее четырех часов чтобы прийти к пониманию основного посыла поэтому я предлагаю тебе сыграть 4 часа чтобы проверить данное утверждение а не забывай делать пометки о своих ах ты бессердечный ублюдок ты сделал это потому что ты ненавидишь детей или просто хотел мне нагадить если последнее я даже не знаю что делать вообще не знаю на мой взгляд игра идеальна что в ней улучшать то чтобы тебе понравилось да я даже пытаться не буду хватит с меня хватит спасибо за игру твой вклад трудно невозможно недооценить раз моя игра такая ужасная то давай поиграем во что-нибудь другое чтобы разрядить обстановку так сейчас что у нас тут есть так сейчас что у нас тут и ну что стэнли так лучше этого ты хотел игру которой я и пальцем не притронулся доволен скажи место ты доволен ну все я прекращаю делать что-либо для тебя с этого момента я буду творить только в угоду искусству смотри стэнли я буду строить дом так 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 чего то не хватает а вот так и последняя да финита я сделал это стэнли посмотри узри подлинный шедевр и устыдись ничтожество своего и ты еще только снаружи видел это неполное впечатление пожалуйста пожалуйста проходи внутрь мой дом твой дом ну не грандиозно ли идеально правда лучше наверное только да мы должны построить алмазный дом все из алмазов пошли 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 бурить стэнли боже мой тут темно совсем может посветишь немного нет 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 слишком много свободы тут я дал маху нам нужно что-нибудь что-нибудь более линейное камера но так чтобы чувствовать себя абсолютно никчемным эта игра не годится все новая игра ха 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 ума не приложу что это за игра такая но мне она нравится сам никуда тебе не деться из стеклянной коробки вот и будешь слушать мою болтовню да это впечатляет но разве я сам додумался бы до такого что тут вообще делать то надо не могу понять заинтриговали пойдем пойдем разберемся что тут к чему оу это пазл пазл критическое мышление стэнли твой выход гениально ты знаешь нет нет все достаточно надоело мне смотреть как ты играешь в эти игры и сомневаюсь я что тебе это что-то реально даст не буду больше я свое время терять здесь все ухожу притворяйся сколько угодно что выиграл если тебе хочется а с меня хватит так устраивайся тут с комфортом если у тебя вдруг появятся мысли хоть какие-нибудь мысли насчет идеальной игры ты просто складывай их к себе в башку до скончания времен не нужны мне твои советы твои оценки на кой черт мне нужно мнение человека чья работа нажимать на кнопки пойду я пожалуй пойду мне действительно пора внести свой вклад в развитие мира может я вспомню когда-нибудь о человеке по имени стэнли который объективно ошибался в каждом своем решении но это будет ой как не скоро попрощай стэнли удачи тебе в работе я надеюсь что все будут жить долго и счастливо точно не знаю Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И, ах да, я вернусь, ведь иначе и быть не может, когда все закончится. После конца я вернусь, а конец наступит скоро, очень скоро. Я умею ждать. Да, необычная была концовка. В офисе никого не было. Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную в надежде, что он просто что-то пропустил. Оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли Нера, переговорная была совсем не там. И Стэнли, конечно, знал это. Возможно, сперва он решил зайти в комнату отдыха, чтобы лишний раз полюбоваться ею. Комната отдыха была большой. Стэнли не терпелось заняться делом, поэтому он решил вернуться через дверь по левой стороне коридора. Стэнли был настолько непоследователен и непредсказуем, что было решительно непонятно, как его... Стэнли, послушай меня. Мы, кажется, оба потеряли нить. Я ведь не враг тебе. Совсем нет. Я понимаю, что сложно бывает кому-то довериться. Но ведь ты согласишься с тем, что история все время была именно про тебя? Ты кем-то все время пренебрегаешь. Ты забыл о ком-то, Стэнли. Ты можешь хотя бы не каждое решение сам принимать? Я ведь не за себя прошу, а за нее. Вот оно, Стэн. Шанс реабилитировать себя. Отлепись ты от своей работы. Пусти ее снова в свою жизнь. Она ждет тебя. Это она, Стэн. О, нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ты что, телефон выдернул? Это вообще не предусмотрено. Как ты это сделал? Ты вообще не то выбрал. Я даже и не думал, что так можно сделать. Так, сейчас-сейчас перепроверю. Нет, вот, написано же, никакого выбора. Стэнли берет трубку, потом оказывается в своей квартире, где встречает жену, сливается с ней в объятиях, играет музыка, потом затемнение и титры. Тут точно ничего нет. Как это вообще так получилось? Ничего подобного не должно было произойти. Я не понимаю, с чего это ты вдруг стал принимать осмысленные решения? Ты что, постой секунду. Ну-ка, ну-ка. Нет, я не могу поверить. И как я раньше-то не понял. Вы не Стэнли. Вы реальный человек. Но я и идиот, что сразу не заметил. Вот почему вы принимаете правильные и неправильные решения. Так это вы столько времени здесь бегали? А я и не понимал. А если бы вы еще раз неправильно выбрали? Да ведь так и игру можно испортить. Вы и в реальной жизни тоже вот так себя ведете. Там ведь не игра, там можно такого натворить. Вы понимаете, насколько все серьезно? В общем, я не могу вами рисковать. Я останавливаю игру, и мы посмотрим обучающее видео, посвященное основам безопасного принятия решений в реальном мире. Потому что это не шутки. Выбор. Основное преимущество реальных персон. В случае неправильного использования сопряжен с большой опасностью. В этом примере гипотетическая реальная персона по имени Стивен стоит перед выбором. Стивен может тратить годы на улучшение качества жизни граждан беднейших стран третьего мира, или он может систематически поджигать каждую сироту, обнаруженную в радиусе 30 километров от своего жилища. Что бы выбрали вы? Следует помнить, что в отличие от игры, в реальном мире присутствует здравый смысл, и вам придется быстро принимать решения, лишенные рациональной логики. Если вы разговариваете с персоной, лишенной здравого смысла, значит, скорее всего, эта персона нереальна. Дождитесь, пока персона закончит говорить, а затем предоставьте ей объяснение, почему вы не можете продолжать беседу. Попрактикуйтесь с партнером. Боженьки мои, уже 4.30? Мне необходимо бежать на интимную стрижку. Отлично. Регулярное принятие решений есть непременная основа любого выбора. Врачи рекомендуют делать выбор не менее 8 раз ежедневно. Спросите себя, вы делаете выбор чаще или реже? И последнее. Вы задались вопросом, влияет ли ваш выбор на что-либо, оказывает ли он воздействие на окружающий вас мир. Нет, ни в коем случае. В бесконечности Вселенной ваши мысли и ваши действия вообще не имеют и не могут иметь никакого значения. А сейчас наш инструктор проведет с вами практическое занятие на основе материала, изложенного в этом видео. А, вот и вы. Как вы заметили, эта комната изрядно пострадала в результате созданного вами противоречия. Не волнуйтесь. Теперь, когда вы знаете, как правильно принимать решение, мы снова окажемся перед выбором, который вы сделали несколькими минутами ранее, и примем верное решение. Сюда, пожалуйста. Мы уже знаем вашу способность к осознанному выбору и не можем позволить вам спрыгнуть с платформы и разбиться. Ведь только представьте, если главный герой нелепо умирает посередине повествования, какой же в этом здравый смысл? Нам необходимо успеть доставить вас домой, пока противоречия в сюжете не стали еще хуже. К сожалению, это место совсем не подготовлено к взаимодействию с реальностью. Эй, вот. Вы почти на месте. Вы входите в левую дверь, выправляете повествование, игра правильно заканчивается, и вы оказываетесь дома в реальном мире. Не забывайте, что вы должны делать так, как поступил бы Стэнли. То есть проявлять сознательность и всюду следовать сценарию. Я уверен, что вы справитесь. Просто слушайте, что я вам говорю, и все будет в порядке. Итак, Стэнли очутился перед двумя открытыми дверьми. Он, не раздумывая, выбрал левую дверь. В переговорной тоже не было никого. Находясь в полном замешательстве, Стэнли решил подняться к директору, в надежде и там узнать, что же случилось. Подойдя к лестнице, Стэнли поднялся наверх к кабинету своего воза. Понятно. Зайдя в кабинет директора и не обнаружив там ни одной живой души, Стэнли впал в отчаяние. Полностью сбитый с толку, Стэнли не знал, что ей думать. Вдруг его взгляд упал на дверь с интеркомом справа от нее. Ну, конечно, все отгадки должны были находиться за этой дверью. И, как ни странно, он знал кодовое слово. Он случайно заметил его на компьютере директора неделю назад, «Ночная акула-1-1-5-5». Открывал ли этот пароль дверь? Действовал ли он все еще? Был только один способ проверить. Стэнли был приучен не высовываться, но сейчас он был полон решимости достойно встретить все, что угодно. Сделав глубокий вдох, Стэнли сказал кодовое слово. Стэнли проговорил пароль «Ночная акула-1-1-5». Он сказал это в интеркомовскую панель на стене, прямо в нее. И че? Прошу прощения. Вы, наверное, не расслышали меня? Пожалуйста, скажите кодовое слово. Или мы так и будем здесь сидеть. Это обязательное условие. Ну, просто прелесть. Значит, не скажете? Знаете что, мне очень неприятно завести вас так далеко сюда только для того, чтобы понять, что вам вообще все до лампочки. Я что, прошу слишком многого? Что, уважения? Это уже много? А я еще Стэнли ругал. Вот он-то понимал, что такое сюжет. А-а-а. Если вам не интересно, что я вам показываю, на кой черт вы сюда пришли? Вы, пошли бы в правую дверь. У вас же был выбор. Шли бы туда и делали там. Все, чего вам хочется. Какого черта вы сюда пошли? Ну, говорите. Да скажите хоть что-нибудь. Объясняйте. Как сделал бы Стэнли? Это означает проявлять ответственность и всюду следовать сюжетный конверт. Я уверен, что вы отлично справитесь. Просто слушайте, что я вам говорю, и все будет как надо. Итак, оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли без промедления вошел в левую дверь. В переговорной тоже не было никого. Находясь в полном замешательстве, как сделал бы Стэнли. Это означает проявлять ответственность и всюду следовать сюжетный конверт. Я уверен, что вы отлично справитесь. Просто слушайте, что я вам говорю, и все будет как надо. Итак, оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли без промедления вошел в левую дверь. Да. Ну, допустим. В переговорной тоже не было никого. Находясь в полном замешательстве, да что за... Как сделал бы Стэнли. Это означает проявлять ответственность и всюду следовать сюжетный конверт. Я уверен, что вы отлично справитесь. Просто слушайте, что я вам говорю, и все будет как надо. Итак, оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли без промедления вошел в левую дверь. Нет! Зачем вы это сделали? Скорее вернитесь на исходную, пока не стало слишком поздно. Твёрдь, я вижу прочее. Если я как раз заложаю, и замешать, Зачем вы так забрали? Че. Ёлки-палки, всё пропало. И это после всех наших разговоров про сюжет, канву, вы взяли и всё испортили. Почему? За что? На кой вам так поступать? Вам так интересно наблюдать, как игра разрушается? Теперь тут свалка просто. Всё, всё, всё напрасно. Ну, и что мне теперь делать? Даже если тут и есть выход, какой в нём теперь смысл? Всё повествование разрушено. Что мне делать? Я не смогу это забыть. А мне придётся. Вы не понимаете, как это тяжело с этим жить. Наверное, теперь мне придётся остановить игру навсегда. Вы знаете, каково это? Выбросить всю свою работу. Я просто в смятении. А вы чего молчите? Что же делать? Что же делать? Ну, что же мне делать? Мне придётся закрыть игру. Ничего другого не остаётся совсем. Ой. Я здесь. Я всё ещё тут, посреди этой свалки. С вами. С мистером, который думает, что он самый умный. Ну, посмотрите по сторонам. Нет больше моей игры. Это всё, что у меня было во всём мире, пока вы всё не разрушили. Что вы улыбаетесь? Что тут смешного? Что вы хотели увидеть? Разве я не говорил вам, как важно было действовать, как Стэнли? Он-то знал, как делать то, что ему говорят. Он понимал, что если я заставляю его что-то сделать, значит, чёрт возьми, на это есть причина. А вам это и в голову не приходило, да? Вы думаете, вы один на всём белом свете? Да вы просто ребёнок. Моя история. Вот если бы вы только зашли в левую дверь, вы бы увидели, какая она была. Там внизу целая подземная база. Вы бы её уничтожили и выиграли. Когда Стэнли очутился перед двумя открытыми дверьми, он решил войти в дверь слева. Стэнли, эй, у тебя всё в порядке? Стэнли, пожалуйста, нужно, чтобы ты сделал выбор. Зайди в дверь. Ты слышишь, что тебе говорят? Ау-у-у. Что, Стэнли, так? Стэнли, это очень важно. Ты главный герой. Ты должен принять решение. Без тебя не будет продолжения. Ты понимаешь это или нет? Да в любую дверь входишь, слышишь? Любая дверь подойдёт. Здесь ты не можешь ошибиться. Ну, помоги же мне. Любое твоё решение. Ну, шагни ты вперёд. Ну, пожалуйста. Ну, выгляди. Ну, сделай что-нибудь. Ты не понимаешь, как правильно? Ну, ради меня. Ну, ради нас, если кто-нибудь. Ну, ты что, а глух? Ты там вообще? Это же мне. Элли, ты здесь? Ну, хорошо. Я подожду. Тебе нужно время, чтобы сделать выбор. Чтобы сделать правильный выбор. Замечательно. Я подожду, пока ты определишься с правильным выбором. Не торопись, торопись. Думай, сколько хочешь. У нас дуемо времени. Ну, к истинной концовке мы пришли, в принципе. Это уже радует, что практически все концовки перед... Чего? Какой телефон? Где? Привет, Стэнли. Просто оставила тебе сообщение, чтобы ты зашёл в магазин по дороге с работы и купил молока, сахару, хлопья, спагетти, немного хлеба и кофе. Если что-то забыла, я перезвоню. Целую. Пока-пока. А дальше-то чё? Чё все молчат? Оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли переговорная была совсем не там. И Стэнли, конечно, знал это. Возможно, сперва он решил зайти в комнату отдыха, чтобы лишний раз полюбоваться ею. Вот она, комната отдыха. Стэнли не терпелось заняться делом, поэтому он решил вернуться через дверь по левой стороне коридора. Стэнли был настолько непоследователен и непредсказуем, что было решительно непонятно, как его... Стэнли, послушай меня, мы, кажется, оба потеряли нить. Я ведь не враг тебе, совсем нет. Я понимаю, что сложно бывает кому-то довериться, но ведь ты согласишься с тем, что история всё время была именно про тебя? Ты кем-то всё время пренебрегаешь? Ты забыл о ком? Э-э-э-э! Что? Я же не закончил. У тебя что, совсем терпения нет? Почему ты думаешь, что я желаю тебе плохого? Что мне сделать, чтобы убедить тебя, что я хочу помочь? Что хочу показать тебе что-то хорошее? Стэнли, поверь мне, дай мне доказать, что я на твоей стороне. Но... Дай мне шанс. Слушай внимательно, это важно. Стэнли зашёл в красную дверь. Так. Синюю дверь мы заходили. Телефон мы отключали. Остаётся красная. Эта команда не работает. Эта не работает. И эта мы, вроде как... По-моему, не работает. Слава Боженьке! Ты послушал меня. Теперь-то ты понял, что я всего лишь хочу, чтобы ты был счастлив. Только вот всё это не получается из-за этих дилемм. Мы всё бежим с тобой, бежим. Пытаемся попасть куда-то, где нас нет. Вот как сейчас, например. Это убивает нас, Стэнли. Я просто... Просто хочу прекратить эту беготню. Мне будет... Мы оба будем намного, намного счастливее. Если только остановимся. И я, кажется... Кажется, я понял, что нам надо. Смотри. Чё? Что же нам надо? Чего же мы ищем? Ну вот. Мы здесь. Как тут прекрасно. Не правда ли? Если бы мы только остались здесь, прямо вот сейчас, в эту самую минуту, здесь, Стэнли, Кажется, я был бы счастлив. Я правда был бы счастлив, Стэнли. Хм-хм. Хм-хм. А-а-а. Одна из концовок, да? Какие-то пузырики. Какие-то пузырики. Всё или нет? Народ. Или повторяться будет? Нет. Нет, стой. Ну, стой. Что это ты делаешь? О, нет. Не вздумай забираться на лестницу. Если ты умрёшь, то игра начнётся заново. И мы... Мы же потеряем всё это. Пожалуйста, Стэнли, дай побыть здесь. Не забирай меня отсюда. Стэн. Пожалуйста, Стэнли. Ну, посмотри на себя. Ну, что ты делаешь? Что? Хорошо, хорошо. Просто отлично. Здесь нет безопасности. Обещай мне, что не пойдёшь назад. Просто... Просто стой тут. Ну, чё? Долго всё? Блин, да чё, повторяться будет? На туре. Бля, сейчас я приду, народ. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Короче, в жопу Нет, мы же договорились Ты ведь рискуешь всем, чего мы достигли Ты... Ты ведь слышал меня Ты же умрешь Как насчет этого? Неужели это так сложно понять? Не сложно Нет 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 Ну нет же Ну что ж ты делаешь, Стэнли, Стэнли Ну пожалуйста, пожалуйста Не забирай меня отсюда Я не смогу попасть туда опять Если ты умрешь, то нам обоим придется вернуться Почему ты это делаешь? Почему ты это делаешь? Вот 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 Ты видишь? Это то, что тебе нужно Это то самое место, где мы оба, оба будем счастливы Правда, правда Все, что нам нужно, это остановиться Хе-хе-хе Стэнли Вернись Это не предвещает нам ничего хорошего Хе-хе-хе Забавная была бы концовочка Ты что, совсем мне не веришь? Ну Что мне сказать, чтобы убедить тебя? Стэнли, Стэнли Ну давай, ну давай туда вернемся Ну, ну Боже мой Неужели ты настолько ненавидишь мою игру, что снова и снова бросаешься с лестницы? Господи, откуда в тебе столько неприятия? Ты в самом деле хочешь убить себя, чтобы тем самым сделать меня несчастным Я правильно понимаю? А может и пропади все это пропадом Я уже не знаю ничего, ничего не знаю Я просто хотел, хотел оставаться с тобой вдвоем Ну, наверное, я хотел слишком многого Похоже, ты все же настроен сделать правильный выбор Ну что же Давай Сначала думал, что голос похож на Константина Хабенского Что? Что? Так ты все-таки хочешь жить? Или просто дразнишь меня? Я всего лишь хотел немного счастья, Стэнли Немного счастья, больше ничего И я и сейчас думаю, что это еще возможно Хм Хм Ладно Все Конец Сейчас Рестартанет Хм Так Доброе утро Спасибо, что вы связались с компанией Счастья не сейчас Пожалуйста, подтвердите заказ 1327 картонных коробок в ваш офис Спасибо Ваш заказ будет доставлен в ближайшее время Всегда ваше, счастья не сейчас Угу А, инпут имеется ввиду все выключить, что ли? Стоп А как же я ж Некоторые двери не смогу Открыть Аааа, нужно повырубать просто, что ли? Так Ну это я могу Ух 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 Ну вот доказательства Центр управления Всюду кнопки. Счастье, печаль, спокойствие, еда, работа, любое перемещение. Все контролировалось или управлялось отсюда. По мере того, как всплывала страшная правда о его жизни, в Стэнли все больше крепла уверенность в том, что никогда больше этой машине не вмешаться в чью-либо жизнь. Ибо он сделает все, чтобы такого больше не произошло. Так, а ковкогон может имеется в виду вот так? И прям каждый-каждый компьютер, что ли? Подожди. Стоп. В офисе никого не было. Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную в надежде, что он просто что-то пропустил. Стоп. Все будто сквозь землю провалились. Вокруг не было ни души. А, вот. Инпут инквитет. А, вот. Вот в каком плане всю концовку, да? Оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли, не раздумывая, вошел в левую. Переговорный тоже. Никого не было. Не веря своим глазам, Стэнли решил подняться к кабинету директора, в надежде, что там он сможет. Дойдя до лестничной клетки, Стэнли поднялся наверх, к кабинету директора. Да, ну проход, да иди уже. Так, подожди. Там сколько уже должна тройка быть? Подожди. Мне так хочется рассказать все это моим коллегам, думал Стэнли. Это явно их развеселит. Мы будем смеяться до упаду, каждый раз, вспоминая, как я подумал, что все пропали. Все будто сквозь вену провалились. Вокруг не было ни души. А как же концовку всю получить? Не понял. Оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли, не раздумывая, вошел в левую. Переговорный тоже. Никого не было. Не веря своим глазам, Стэнли решил подняться к кабинету директора, в надежде, что там он, дойдя до лестничной клетки, Стэнли поднялся наверх, к кабинету директора. Их, не то пальто. О! Инпут-реквит. Сколько? Два раза еще осталось. Ммм... Нет, на наше... Стоп, что? А, опять кто-то звонит. Привет, Стэнли. Просто оставила тебе сообщение, чтобы ты зашел в магазин по дороге с работы и купил молока, сахару, хлопья, спагетти, немного хлеба и кофе. Если что-то забыло, я перезвоню. Целую. Пока-пока. А че я не могу на последний повлиять комп? Секунду, не понял. А, вот, инпут. И еще один, да? Да. Да, скорее всего, не здесь, да? М-мм. Блин. Считай, офисы мы все прошли. Оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли, не раздумывая, вошел в левую. М-мм. Переговорный тоже никого не было. Не веря своим глазам, Стэнли решил подняться к кабинету директора, в надежде, что там он сможет про... Дойдя до лестничной клетки, Стэнли поднялся наверх, к кабинету директора. Да, ну проход, да иди уже. Подожди. Так-с. По-моему, последний компьютер. И все. О, подожди. Чего? Ха-ха-ха. Че за прикол? Чего? Криповая концовка. Логично оранжевую. Потом оранжевую. 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 И... Ничего, нифига. Оранжевую. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Крепота какая-то, шестнадцатая концовка Реально крепота Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В принципе, что я хочу сказать об игре? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Лето это выдалось необычным, холодным, но лучше уж холодина, чем просто невыносимая жара, просто капец Ну а всем до новых встреч Всем всего только хорошего-хорошего Добра бобра И капусты А всем до скорого Мегуста